доброе утро всем ребята и в том же месте в тот же час я снова иду к жене надо снова ей куда-то сходить сидеть с данькой ну что всю ночь шел снег сейчас один градус на улице но в общем и не ноль и такое чуть-чуть выше ноля вот и что-то такое капает поэтому я в таком виде капает то ли снежок мелкий то ли дождик но дорожки уже темнеет снежок поставить наверное очень обидно хотелось бы чтобы он полежал еще новый вот и вот такой видите как хорошо что мы вчера съездили ну в принципе гугл нам в помощь да все показывает и рассказывает все доступно и понятно было что по небу даже понятно что будут какие-то изменения вот они пришли но зато сегодня ветер меньше вчера было там чуть по циферкам цифра куда выше ветра скорость сегодня более-менее но такую погоду на мотоцикле это не наша дорога мотоцикл у нас хоть и как он называется сейчас чупор дорожный но резина она не спортивная обычно его когда песок или вот такая вот мокрая трасса его гоняет по дороге короче хотя он и тяжелый 165 килограмм но все равно резина не так ну в принципе в такую погоду ну и собаку на улицу хороший хозяин не выгодит правильно так что все все что не делается делается к лучшим вот все видите я уже дошла до подъезда вот так мы близненько живем друг другу все мои хорошие до встречи дома добрый день наши хорошие подписчики и гости канала мы сегодня с вами на кухне лично я и вы конечно же вы потому что вы зрители а я автор этого влога я сегодня буду готовить ребята наши любимые кексы я очень люблю делать производить и кушать потому что они всегда очень такие удачные ну такого раза не было чтобы они у меня не получились потому что ингредиенты все доступные тут никакой ну нету скажем так какой-то заморочки они готовятся очень просто очень быстро и выходят всегда на ура на сто процентов и съедаются поскольку они не не сухие я люблю кексы влажные вот его раскусываешь а он влажный такое бывает тех что им можно удавиться ну вот бывает такое попадается в продаже не у меня у меня не всегда влажные такие вкусные в меру сладкие и поэтому начинаем готовить заранее все приготовила конечно же потому что чтобы не бегать не суетиться все у меня на столе вот сначала я выливаю в мисочку ровно пол литра тепленького такого летней температуры кефирчик а вот так теперь обязательно щепотку соли но это вот в любое тесто всегда добавляю щепоточку соли она нужна для балансировки вкуса это действительно правильно и вкусно и нужно делать так мне нужно и ложка и венчик вот сначала я буду все замешивать ложкой перемешаю соль теперь добавляю сахар но сахар здесь на любителя количество сахара на любителя я добавлю ребятки так я ложку уже замочила в сахаре ой в кефире поэтому я снова вас покидаю добавлю я на пол литра кефира думаю 4 ложечки сахара они еще сверху будут пудричкой присыпаться так что думаю будет достаточно все теперь я перемешиваю сахар в миске чтобы он начал растворяться у меня 200 грамм маслечка растаяло но не так растаяло прям потекло а такой в меру мягко я его сейчас тоже отправляю к этому кефирчику вот так даже если он больше твердый чем мягкий это не страшно наоборот даже интересно будет сам по себе он будет ломаться вместе с мукой когда мы добавим муки вот сейчас его мельче покрошу вот так ложечкой все теплое так что она сейчас быстро быстро разойдется теперь добавляем ванильный сахар здесь у меня чуть меньше чем пол пасечки ванильный сахар так и у меня очень тщательно вымыты рядом лежат и лимон и мандаринка апельсина не думаю мандарин тоже пойдет я добавляю сюда цедру цедра ребята для этих кексов очень нам нужна потому что во первых лимонный и цвет и аромат вкус такой получается лимончик ну цитрусовый любой подойдет я думаю и не помешает и мандаринка главное чтобы хорошо были вымыты наши две вот это два этих фруктика потому что во время хранения вы понимаете чем-то обрабатывается что-то там происходит а этого нам не надо цедра пошла с целого лимона и также с целого небольшого мандарина вот так и мандаринку о как то желтая то оранжевая с мандарины хуже снимается на более мягкая немножечко будет и хорошо для ароматик ванилька свое сделает а мандаринка свое все цедра у нас в мисочке теперь говорила все приготовила но вы не все яйца я думаю четыре яйца будет для наших кексов самое то отправляем в миску на улице идет такой мелкий мелкий снежок с мелкий спасибо вам за то что вы пишете какая у вас погода какие у вас морозы действительно очень интересно и ну сразу начинаю представлять как же а как же 40 35 как это так а вот так это так что я не представляю такой температуры юг украины понятное дело так ребята по поводу вчерашнего видео котика которого я и ведь они напоили там была возле камня растаявший лед там водички хватало так что во первых я туда сама не пошла тут лед бы я бы проломила вес у меня больше чем у кота вот а там водичка как раз он шел под камешек там была растаявшая водичка так что все там с котенком нормально так теперь добавили мы сюда и масло и яйцо и кефир и соль и сахар и цедрочку и ванильку теперь пошла наша мука но в муку мне нужно добавить соду я делаю кекс из соды можно делать конечно же с разрыхлителем но на соде они прекрасно себя ведут и работает тесто аж бегом вот поскольку для ну кекс это как булочка такая сдобная булочка поэтому не хочется чтобы она прям была геть расцепалась так и не делаю только соды кефирчик молочно-кислый продукт поэтому кислоты я никакой не добавляю типа уксуса или лимонной кислоты тем более у нас цедрочка есть и когда я добавила соды вот она забурлила за пыхтела пузырики появились и я делаю тесто ребята ну вы будете видеть значит оно должно быть по консистенции плотнее и гуще чем магазинная сметана а именно когда я буду отправлять тесто формочки формочки у меня вот они заранее готовы я их тоже помажу кусочком сливочного масла вот я буквально из ложки тесто когда выкладываю в формочку оно так прямо аккуратно сходит с помощью даже какой-то ложки либо пальчика моего вот но не истекает оно должно быть вот таким прямо хорошо густым но ему надо будет сейчас постоять минут 15-20 чтобы разошлась и мука и сливочное масло кусочки все подтаяли постоит оно немного включу духовку пока приготовлю формочки и будем отправлять форму наше тесто и выпекать и будет очень вкусно я добавила все ингредиенты ребята кроме изюм который у меня замочен был кипяточком сейчас я сцежу эту водичку из изюма вот и добавлю добавлю весь наш изюм его немало я люблю изюм в кексах детки не все кстати любят изюм вот ну а мы не детки мы то любим вот такая гора изюма хорошо промытого я его не обсушиваю потому что он прекрасно будет себя чувствовать в тесте то есть это не паски там надо обсушить посыпать крахмальчиком вот я это не делаю с кексами вот такое тесто но это еще она слабая надо еще муки но немного я уже настолько выучила этот рецепт что знаете как у любой хозяйки свой рецепт на глаз плюс палец вот так и у меня я его чувствую я его понимаю и знаю и муки я никогда сюда лишнее не добавлю количество потому что консистенция всегда у кексиков тесто кексов всегда одинаковая по своей такой плотности вот так все тесто будет сейчас выстаиваться а мы пока поработаем с формочками для этого я достаю мою масленку с маслом видите я даже венчиком не работала сегодня он в принципе и не нужен был ложечка хорошо себе поработала я вам рассказывала по поводу вот этих наших формочек им лет больше чем Юле моей представляете я еще была даже не замужем и как-то зашла я в магазин раньше он назывался электр товары но там было все для дома для быта для такой и кухни и кухонная утварь как говорят вот и я туда зашла а у мамы таких дома не было и я их увидела думаю о какая красота они стоили ребята цена одной формочки 12 копеек это я вам скажу на то время 80 наверное четвертый год 80 да 84 год на то время это было ну я не скажу что очень дорого но если я их брала сколько у меня штучек 10 да 3 6 9 10 штучек надо было брать 12 ну вот и считайте да 12 копеек огого рубль 20 так все добавила по кусочку масла в каждую формочку теперь я их этим маслом вот так бортики обязательно бортики смажу масло быстро размазывается духовку кстати можно уже включать пускай себе подогреется и сейчас будем выкладывать через 10 минут будем вылаживать наше тесто в наши формы и время пошло а пока мы это будем делать я займусь еще одним приготовлением блюда у меня завтра Витя уезжает по делам на целые сутки о как и я готовлю много еды но оно и дома останется и Витя в дорогу надо автобус едет он уже все узнал пробил и завтра в половину второго он я его буду провожать провожала Витю Лена в дорогу так все формочки наши почти готовы кстати тесто настолько жирное что этого делать не обязательно формы эти буквально быстро отдают кексик который уже испечется но мне хочется чтобы такая знаете была ну я не знаю с корыночкой такая коричневенькая а для этого думаю смажу маслечком оно ну не помешает никак о а тут для моего масла ай-яй-яй-яй-яй как я могла одну формочку оставила без масла представляете это шутка ребятки кстати я сейчас в эти формочки разложу тесто пусть оно здесь отдыхает почему нет правда и руки уже сразу же вымыть можно будет что ж терять время нам зря нет ножек не мыть все и сейчас вы увидите какое у вас состояние наше тесто ребят я буду ему помогать прям пальчиком чтобы не мыть вторую ложку кусочки масла все там разошлись ну еще где-то какие-то вкрапления масла есть но это совершенно не меняет нам погоды вот так вот такое тесто тесто я ложу чуть больше половины до краев не закладываю то есть чтобы он не вылез в наружу видите какое тесто оно само с ложки не спадет ему нужно помочь что мы и делаем здесь по моему будет больше десяти штук то есть будет и вторая партия потому что количество теста у нас аж пол литра кефира поэтому да плюс масло а запах обалденный такой лимонный лимонный оп да останется нам на вторую партию ребята ну это очень даже и хорошо вот так сейчас я вам покажу сколько заняло тесто места в этой форме чтобы выполнили о чем идет речь то есть не до краев а чуть больше половины вот он кексик видите сколько здесь осталось места еще для его подъема он будет шапочкой подниматься все и выкладываю на противень наши кексики и отправляю в духовку так будто у меня кусочек теста упало если бы я знала в то время надо было брать больше а так пойдет в духовку только пока 10 штучек все мои хорошие отправляю и минут 15-20 наши кексы будут выпекаться и когда они станут коричневыми вылазить из нашей формочки я их достану посыплю пудрочкой и будем с вами пробовать а пока ребята у меня кексы в духовке постревают я сейчас еще поджарю 4 рыбки тут один из них короб маленький коробчук как Витя говорит коробчук это знаете какой зеркальный вот так так что я их сейчас буду поджаривать я высыпаю панировочные сухари на одну тарелку а на второй тарелочке у меня во второй тарелочке у меня ребята два яйца с ложкой столовой майонеза перебиваю я сейчас это венчиком чуть-чуть наш кляр нужно посолить и поперчить буквально немножечко рыба еще вчера посолена добавлен перчик черный сковорода уже разогревается я сейчас добавляю масло и время пошло там кексы а здесь рыбка взбиваем чтобы весь майонез разошелся чтобы не было комочков вот такая вот желто-белая красота и сухарики будет мало я еще добавлю все сковорода горяченькая и поэтому я сейчас что делаю я сначала макаю нашу рыбку в яйцо яйцо она у меня крупная и порезанная на вот такие штучки как я всегда разрезаю по хребту видите вот так разрезаю во-первых это уменьшает попадание косточек во время поедания вот этой красоты ну и красиво и хорошо она просаливается сначала макаю в яйцо всю от головы до хвостика ребята голову мы не убираем потому что в этой голове нет жабер Витя когда чистит рыбу он убирает жабры из всей рыбки то есть тут все чистенько в серединке черной пленочки тоже не должно быть потому что черная пленочка нам дает горечь все и рыбку сейчас обильно вот так вот в сухарики я макаю и отправляю на сковородочку убавив огонь чтобы она не не схватилась сразу до коричневого цвета а чуть-чуть надо убавить огонь вот вторая у меня чуть поменьше рыбешка вот она и тоже так же все по хребту красивенько побито хребет целый а ребрышки все разбиты их нет не ребрышки а вот эти вот знаете косточки которые в спинке они там есть и меленькие и довольно таки неприятно когда ты кушаешь и тебе косточка попалась о что по две рыбки моя сковородка вмещает а у меня их всего 4 так что они быстренько сейчас поджарятся а кексы уже посмотрим сейчас какие они кексики сейчас тут шипит там шкварчит подпекаются запах все мои хорошие я вторую партию кексов отправила в духовку она допекается налила компотика сейчас буду пробовать вот такие у нас получились кексы но это первая партия там еще у меня 7 штук то есть остались у меня еще формочки пустые а 7 штук допекаются сломала пополам специально один кексик он уже слегка остывший вот такая вот посмотрите консистенция его сейчас я так приближу чтобы было видно видите мягонькие такие они желтые поджаристые блестящие со скорой как я их тело сейчас я буду пробовать ммм 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 как вкусно они влажные ребята не сухие чего я и хотела добиться изюмчик сахара совсем не чувствуется и такие они больше аромат слышен цитрусовых короче обалденные посыпанные пудрочкой вот такие поджаристые ммм ммм и рыбку тоже пережарила она у меня в яйце и в сухариках я ее сначала поджарила потом протушила под крышкой потому что рыбины большие их нужно обязательно хорошо прожарить все рыбка готова вторая партия кексов допекается пойду сейчас угощу вот этой половинкой видео с компотиком вместе а вам пожелать хочу всем хорошего вечера доброй тихой мирной спокойной ночи будьте здоровы кушайте вкусненько балуйте себя кексиками рыбкой потому что жизнь штука такая сегодня все хорошо а завтрашнем дне не знает никто но главное не унывать обнадежить себя и уверенным быть в том что будет все хорошо у нас выбора нет чтобы нам перебирать плохо правильно неправильно каждый как считает правильно у каждого свое правильно так он и живет все мои хорошие привет вам от вити от степашки будьте здоровы пока пока до завтра